Продолжение следует... Мы обсуждали весьма широкий и всеобъемлющий круг вопросов, что обусловлено нынешним уровнем армяно-российского союзнического взаимодействия. В ходе содержательных переговоров прошли в открытой доверительной атмосфере, были рассмотрены основные вопросы как двустороннего сотрудничества, так и партнерства на многосторонних площадках. В контексте двусторонних отношений отмечена интенсивность межгосударственного диалога на всех уровнях, в том числе и на высшем. Налицо активное взаимодействие также и по линии министерств и ведомств. Рассчитываем, что по итогам планируемых на вочном формате заседаний Межправкомиссий по торгово-экономическому и военно-техническому сотрудничеству будут выработаны конкретные совместные шаги, направленные на качественное улучшение сотрудничества, увеличение товарооборота и последующее развитие взаимодействия. Мы акцентировали внимание на вопросах наращивания частоты межмидовских консультаций и внедрения новых содержательных направлений. Мною также обозначена заинтересованность армянской стороны в продвижении партнерства по части противодействия коронавирусной инфекции, в том числе посредством использования российской противовирусной вакцины. Естественно, мы уделили должное внимание вопросу Нагорно-Карабахского регулирования, обозначив направление, по которым нужно активизировать совместные усилия. Мы подробно обсудили ситуацию, сложившуюся после заявления глав Армении России и Азербайджана от 9 ноября прошлого года, направленного на прекращение турецко-азербайджанской агрессии, и ввод в Арцах российских миротворцев, присутствие которых сыграло ключевую роль в предотвращении дальнейших массовых зверств по отношению к народу Арцаха. Мы высоко оценим усилия Российской Федерации, направленные на выполнение договоренностей, среди которых крайне актуальным является вопрос возвращения военнопленных. Благодаря этим усилиям стало возможным возвращение на родину части армянских пленных. Вместе с тем, спустя почти полгода после завершения военных действий, Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, торпедирует выполнение положений заявления и отказывается возвращать военнопленных и насильственно удерживаемых гражданских лиц. В этой связи я отклонил своего коллегу с международной реакцией и призывами, направленной на возвращение соседней страны в правовое русло. Еще раз была констатирована незыблемость нашей позиции, основанной на том, что вопрос урегулирования горно-карабского конфликта далек от разрешения. Исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое будет учитывать право всех и принесет мир и стабильность на Южный Кавказ. И в основе такого урегулирования должно в первую очередь лежать определение статуса Арцаха в границах самоопределения народа Арцаха. Принципы урегулирования выработаны сопредседательством Минской группы ОБСЕ, и мы заинтересованы в еще большем укреплении и активизации деятельности данного формата, отделенного со стороны международного сообщества последовательским мандатом. Армянская сторона разделяет консолидированную позицию сопредседателя Минской группы, которая своим заявлением от 13 апреля всего года еще раз подчеркнула необходимость делить особое внимание на достижение окончательного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе известных сторонам элементов и принципов. В контексте предпринимаемых в интересах восстановления условий жизни в Арцахе хотелось бы еще раз с благодарностью отметить предпринимаемые российской стороной усилия. Сегодня для арцахцев крайне важно решение проблем, связанных с возвращением людей в свои дома, восстановлением инфраструктуры, жилого фонда, налаживанием нормальной жизни и здравоохранения. В ходе обмена мнений по вопросу о подключении к реабилитации Арцаха соответствующих международных организаций, было констатировано, что гуманитарный доступ в Арцах не должен политизироваться, речь идет о защите неотъемлемых прав человека, что не должно быть обусловлено соображениями о статусе. Еще более актуальной является проблема сохранения многочисленных культурных, в том числе религиозных памятников Арцаха, оказавшихся под контролем вооруженных сил Азербайджана. В свете продолжающихся с азербайджанской стороны актов вандализма этот вопрос требует немедленного международного вовлечения. Вопросы безопасности, а также регионального развития тоже были в центре наших обсуждений. В контексте темы разблокировки экономических транспортных связей было отмечено, что открытие региональных коммуникаций может создать новые возможности, в том числе и диверсифицировать логистическую связь между Арменией и Россией. Трехстороннее заявление от 11 января фиксирует четкие рамки этого процесса. Мы затронули вопросы взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕАЭС, ДКБ, СНГ и других многосторонних международных площадках, обменялись мнениями по ряду вопросов региональной международной повестки дня. Хотелось бы еще раз поприветствовать Сергея Викторовича и сопровождающего делегацию и передать слово моему коллеге. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы еще раз поблагодарить Ару Геновича Айвазяна, всех наших армянских друзей за гостеприимство и радушный прием, который был оказан моей делегации. Нам сегодня в ходе переговоров, как и в ходе состоявшейся подробной беседы с исполняющим обязанностями премьер-министра Николом Владимировичем Пашиняном, удалось обсудить широкий круг вопросов, которые представляют взаимный интерес. Мы, проверенные временем, союзники, стратегические партнеры. Пользуясь случаем, поздравляю народ Армении и всех наших друзей в этой стране с наступающим днем победы в Великой Отечественной войне. Это священная дата, общее достояние наших народов, всех народов Советского Союза. И мы вместе бережно храним память о Красной Армии, которая спасла мир от коричневой чумы. В ходе переговоров мы констатировали, что между нами активно развивается политический диалог, прежде всего на высшем и высоком уровне. Наши лидеры только в этом году провели уже две полномасштабные очные встречи, восемь телефонных разговоров. Дважды встречались главы правительств, ну и, конечно же, налаженные интенсивные взаимодействия по линии соответствующих министерств и ведомств. Крепнут межпарламентские связи делегация Федерального собрания Российской Федерации посетила 24 апреля этого года памятные мероприятия в Ереване, посвященные 106-й годовщине геноцида армян. На 16 и 18 мая планируется визит в Москву председателя Национального собрания Армении Арарата Самвеловича Мерзояна. В предстоящие месяцы мы ждем в России целый ряд армянских делегаций, которые представляют самые разнообразные направления деятельности наших правительств. Приближаются знаковые даты. В следующем году мы отмечаем 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений и 25-летие двустороннего базового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Мы договорились проработать программу юбилейных мероприятий, которые должны подчеркнуть стратегический, союзнический характер наших отношений и, надеюсь, будут позитивно восприняты нашими гражданами. Мы высоко оцениваем качество нашего взаимодействия в рамках интеграционных структур в Евразийском экономическом союзе, Содружеском независимом государстве, Организации договора о коллективной безопасности, рассмотрели весь комплекс торгово-экономических вопросов. Россия остается ведущим деловым партнером и инвестором Армении, даже несмотря на некоторое незначительное снижение товарооборота в прошлом году. Рассчитываем восстановить тенденцию роста наших экономических связей в рамках очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется на этот год. Отметили важность сотрудничества в военной и военно-технической области, поддержанию безопасности в Закавказе служит деятельность 102-й российской военной базы, российско-армянской объединенной группировки войск и погрануправления Федеральной службы безопасности России в Армении. Мы сегодня подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Его реализации призвано внести существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в этой чувствительной и все более актуальной сфере, поможет укрепить наше общее пространство биологической безопасности. Будем продвигать эту актуальную тему и в рамках многосторонних структур, включая ОДКБ и Содружество независимого государства. Обсудили совместные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч вакцин «Спутник Ви», и сейчас прорабатываются вопросы о приобретении Ереваном еще миллиона доз этой вакцины, а также об организации ее производства на армянской территории. Успешно развивается сотрудничество в сфере образования. В России обучается порядка пяти тысяч граждан Армении, в том числе более двух тысяч за счет федерального бюджета, и еще примерно столько же, примерно пять тысяч, обучается в Ереване в шести филиалах российских высших учебных заведений и в Российско-армянском университете. Придаем большое значение предстоящему в начале июня в Москве седьмому Российско-армянскому молодежному форуму. С совпадающих позиций мы рассмотрели ряд международных и региональных сюжетов. Договорились и далее тесно координировать наши действия в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, Организация по запрещению химического оружия, Совет Европы, Организация Черноморского экономического сотрудничества, а также в других форматах. И будем поддерживать инициативы и кандидатуры друг друга в международных структурах. Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц, разминирование, защиту культурного и религиозного наследия, направленных на запуск работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций. Важный вклад в нормализацию ситуации в регионе вносит трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе. Успех этой работы будет иметь решающие значения для создания условий, необходимых для нормализации общей обстановки и налаживания созидательного сотрудничества в постконфликтный период. Востребована дальнейшая деятельность сопредседателя Минской группы ОБСЕ, прежде всего по содействию созданию атмосферы доверия. В целом, итоги переговоров в очередной раз продемонстрировали сохранение твердого настроя России и Армении на укрепление нашего союзничества, стратегического партнерства. Считаем наши отношения важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе, залогом успешного социально-экономического развития наших государств. Я пригласил моего коллегу посетить Российскую Федерацию с очередным визитом для того, чтобы мы продолжили наши тесные контакты по внешнеполитическим и другим вопросам. Спасибо. Спасибо. Что касается возможностей резкого расширения нашего партнерства, оно настолько широкое, что резко дополнительно расширить его просто не получится физически. Мы действительно запланируем и специально проведем соответствующие переговоры ряд важных, звучных мероприятий, посвященных юбилею дипломатических отношений, юбилею базового договора. Эта программа готовится на следующий год, и мы условили, что наши сотрудники подготовят соответствующие инициативы. Заверяю вас, что это будет красиво и будет хорошо встречено нашими гражданами. Относительно товарооборота, он снизился, чтобы быть точным, на 9,6%, но все равно составил 2,3 млрд долларов. Это очень солидный объем, и нет никаких сомнений, что по мере выхода из эпидемиологической ситуации он будет увеличен, причем быстрыми темпами. Как я уже сказал, конкретными вопросами восстановления роста товарооборота занимается межправительственная комиссия, вице-премьеры, которые возглавляют эту структуру, господа Верчука Григорян, находятся в тесном контакте. У них есть понимание того, как налаживать дополнительные направления нашего сотрудничества. Ну и в этой связи упомяну также возможности, которые открываются в результате работы трехсторонней группы вице-премьеров по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе. Когда эти договоренности будут достигнуты, я не сомневаюсь, они существенно позволят нарастить объем и российско-армянского, и в целом взаимодействия между Арменией и соседями по региону. Спасибо большое. Я могу только добавить, что, естественно, последствия COVID-19 были прочувствованы во всем мире, и в наших двухсторонних отношениях, как вы отметили, был спад товарооборота приблизительно порядка 10%, но есть обоюдное желание и нацеленность снизить вот этот резкий спад, и, как отметил Сергей Викторович, на встрече в Казани премьер-министры поручили соответствующим ведомствам, проработать перечень тех работ, которые должны активизировать нашу экономическую кооперацию. Полностью согласен Сергеем Викторовичем, что практическое притворение в жизнь договоренности от 11 января открывает новые возможности для диверсификации транспортных и экономических потенциалов не только для Армении, но и для всего региона. От себя могу давать, что Министерство иностранных дел Армении придает особое значение активизации экономической дипломатии, и в этом смысле мы также придам большое значение наличию в России большой армянской диаспоры, которая известна своим предпринимателям, и долгое время служила мостом, которая соединяла и в этом смысле наши два союзных государства. Уверен, что они будут принимать очень активное участие, и результаты будут скоро налицо. Спасибо большое. Мариана Макарчана, информационное агентство АРМФО. Сергей Викторович, вопрос вам. 13 апреля буквально вчера сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором в числе прочих вопросов указали важность всеобъемлющего и полноценного урегулирования Карабахского конфликта. Опираясь на это заявление, можно ли сказать, что у стран-сопредседателей есть договоренность по возобновлению мирного процесса, и можно еще оценку Москвы по взаимодействию стран-сопредседателей по Карабаху? Спасибо. Мирный процесс, который был начат 9 ноября путем достижения договоренности о том, чтобы остановить войну и перейти к миротворческой операции, перейти к разблокированию всех экономических связей в регионе, всех транспортных коммуникаций, он уже практически полгода осуществляется. Поэтому перейти к мирному процессу – это немножко такое искажение реальности. Вы упомянули трехстороннюю группу, я о ней тоже сегодня говорил, и мой коллега об этом упоминал. Она занимается практическим решением тех вопросов, которые напрямую относятся к мирному процессу. Когда люди избавятся от блокады, от эмбарго, от тех препонов, которые чинились в рамках международных организаций, по развитию здесь равноправного взаимовыгодного сотрудничества, и перейдут к извлечению прямых выгод от тех преимуществ, которые предоставляет этот стратегически важный и в геополитическом, и в геоэкономическом смысле регион. И мы, сыграв в ходе затяжных переговоров между лидерами трех стран решающую роль в том, чтобы остановить боевые действия, создать механизм верификации прекращения огня в лице миротворческого контингента, как никто заинтересован в том, чтобы все, о чем договорились президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении, выполнялась на практике. И я убежден, что сопредседатели, когда они призывали к тому, чтобы все окончательно урегулировать, имели в виду то, что необходимо сделать для решения всех этих вопросов. Мы не сомневаемся нисколько, что когда люди начнут ощущать выгоды от мирной жизни, от снятия всех рестрикций, санкций и проявлений блокады, они начнут уже по-другому относиться к вопросам, которые сейчас пытаются некоторые наши коллеги заострять и вынести их на передний план. Не надо сейчас политизировать процесс. Он идет достаточно сложно, потому что решаются и вопросы, связанные с маршрутами соединения этого региона, вопросы, связанные с обеспечением того, что сейчас называют связанностью региональных отношений, решаются вопросы линии соприкосновения, делимитации, демаркации границы. Это практически понятные вещи, которые необходимо решить, чтобы регион свободно вздохнул и зажил мирной жизнью. Те, кто пытаются эти вопросы отнести на потом, а сначала заниматься политическими дискуссиями, по-моему, вставят весь процесс с ног на голову. Гораздо проще решать политические вопросы, когда люди стали нормально жить на земле, и азербайджанцы, и армяне друг с другом, как это было многие-многие десятилетия и столетия. Взаимодействие стран-сопредседатель по карабахскому вопросу, учитывая конфронтацию запада... Я ответил на ваш вопрос. Еврокомиссия заявила, что ЕС оставляет за собой право ответить на российские санкции против блока, которые, в свою очередь, были ответом на недружественные действия ЕС по отношению к России. Вопрос у меня в следующем. Как бы вы вообще оценили сейчас то состояние, в котором находятся отношения между Россией и Евросоюзом, и на чьей стороне сейчас есть возможность и сила эти отношения, возможно, в какое-то более продуктивное русло направить? Спасибо большое. Я уже комментировал эту тему, и если говорить об отношениях между Россией и Евросоюзом, между брюссельскими структурами, то вся архитектура этих отношений, которая была, наверное, беспрецедентно развитой в свое время, она разрушена Брюсселем в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам, несмотря на то, что мы должны были бы на них обижаться, иметь к ним претензии за то, что они, вопреки своим обязательствам, поддержали и, по сути дела, поощрили антиконституционный государственный переворот на Украине, вопреки, подчеркну, обязательствам стран Евросоюза. А потом, когда русскоязычное население Украины, в том числе Крым, восстали против этого, в общем-то, бесчинства, и крымчане проголосовали за независимость перед лицом прямой военной угрозы со стороны неонацистов, нас обвинили в том, что мы разрушаем территориальную целостность Украины. Поэтому начало всей этой цепочки обмена решениями было положено тогда, когда Евросоюз, пытаясь, очевидно, затушевать свою беспомощность перед лицом ультрарадикалов, которые захватили власть в Киеве в нарушении всех договоренностей, одобренных Евросоюзом, попытались свалить с больной головы на здоровье. И вот эта цепь санкций, череда санкций, которые запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая, конечно, Соединенные Штаты, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором, без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно. Вообще вот эта манера прибегать к односторонним рестрикциям, в обход с этой безопасностью, она становится заразительной, Соединенные Штаты эту моду ввели, Евросоюз, по-моему, так охотно ее подхватил. Что касается последнего развития событий, мы четко сказали, что объявили персонами Минонграда, тех людей в евросоюзовских структурах и в ряде стран-членов Евросоюза, в связи с тем, что они принимали решающее участие в очередной волне санкций против наших официальных лиц, включая парламентарий. То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международно-правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно, что Евросоюз считает, что ему все дозволено, и когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этой его ощущения вседозволенности и непогрешимости, Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией, имея в виду полную безнаказанность. Мне кажется, это путь тупиковый. Я знаю, что целый ряд членов Евросоюза думает именно так, но агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу, и пока здравые силы в Евросоюзе не могут ничего с этим поделать и плывут по течению. Это печально, это не наш выбор. Еще раз подчеркну, если вы просто ознакомитесь со статистикой всего, то, что происходило после марта 2014 года, вы убедитесь мгновенно в том, кто начал эту череду санкций, и в чем заключается причина, по которой мы не можем не отвечать на эту враждебность. Первый вопрос, господин Айвазян, к вам. Уже не раз Азербайджан проявлял акты вандализма к наследию армянскому в Арцах, которые сопровождаются нарушением идентичности и разрушению церкви. Недавно также мы видели изменение внешнего вида Шушинской церкви спасителя. Какие действия предпринимаются по сохранению этого наследия? Следующий вопрос, господин Лаврову. Одно из центральных тем вашего визита – это деблокада. Но президент Азербайджана, говоря о транспортных коммуникациях, объявил о Зенгерзуском коридоре, сказав, что если армян не согласится, его заставить силой. То есть он озвучил угрозу территориальной ценности армян. Что вы можете сказать об этом? Насколько это соответствует трехсторонним заявлениям? Спасибо. Спасибо. По поводу вашего вопроса я должен ответить, что МИД неоднократно обращался к этому вопросу. И сегодня я могу подтвердить, вопрос сохранения наследия Арцаха является частью политического регулирования. 13 апреля сопредставителей МГ в своем заявлении упомянули историко-культурное наследие и его защиту. Мы тесно сотрудничаем с ЮНЕСКО, ожидая, что в ближайшее время будет иметь место визит оценочной миссии. И мы надеемся, что ЮНЕСКО предпринят действенные шаги по реализации этой миссии. Историко-культурное наследие и его защита в целом, в первую очередь, касается прав человека. И не случайно, что 2 февраля всего года спецдокладчики ООН касались этого вопроса с призывом к Азербайджану. В своем письме они подчеркнули 8 октября целенаправленную бомбардировку церкви Газан-Чицот-Шуши и придали значение участие Армянской апостольской церкви при восстановлении кафедрального собора в Шуши. Сегодня мы видим, что Азербайджан оставил без ответа призыв экспертов ООН. Более того, в одностороннем порядке грубо вмешивается, демонстративно игнорирует нормы ООН, международного сообщества и общечеловеческие. И нужно ответить, что кафедральный собор Шуши, который является крупнейшей армянской церковью, должен остаться культовым центром армянской апостольской церкви. Спасибо за это. Я думаю, что этот механизм был создан по решению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по итогам их встречи в Москве 11 января. И этот механизм предусматривает договоренности, которые могут быть исключительно добровольными, на взаимовыгодной основе, и которые никоим образом не предполагают ничего, кроме дипломатического согласия и решений, которые позволят экономические связи полностью разблокировать. Любые вопросы, которые могут ставиться вразрез с этими договоренностями трех лидеров, конечно же, не могут восприниматься как альтернатива тому, о чем было условно.